В этом году в регионе начнется реализация многих проектов в самых разных сферах, инициированных вами, их десятки. Вот вопрос, какую цель вы ставите? Изменить жизнь к лучшему. Постараться через такие целевые проекты, точные инициативы, сделать так, чтобы город Саратов был чистым городом, в нем было бы комфортно жить. Основные вопросы, которые волнуют жителей за счет этих программ, стараться снять. По сути, вот эти проекты, которые будут запущены, это ответ на запрос жителей? Только через запрос. Это вот непридуманные проекты. Если был запрос, обращение, изучили, рассмотрели, после этого принято решение. Это вот как школы, например? Школы — это где-то и ответ на крик души, потому что школа в авиаторе — это тысячи подписей, собранных и переданных в приемную. Школа в Приворском — такая же ситуация. 84-я школа, 5-я школа в Саратове. У нас много таких ситуаций, и это в том числе и Перелюб, Тепловка, Новобурасского района, Турки, Вольск. Второй лицей. Везде есть обращение. В авиаторе ведь что случилось? Взяли и разрешили строительство жилья на землях бывшего авиационного завода. Фактически на пустыре построили дома, люди купили квартиры, а кругом? Кругом ничего нет. Нет инфраструктуры. Это серьезная проблема города Саратова, и встречаясь с депутатами фракции «Единая Россия» в Саратовской областной думе, я просил моих коллег и говорил о том, что необходимо принимать региональные законодательства, которые имеют право принимать депутаты на областном уровне. Где? Просто нужно взять и через региональный закон положить конец этому беспределу. Депутаты вас услышали? Они собираются? Ну, посмотрим. Вы все воспринимаете меня как человек, который сказал, и обязательно все слышат. Не так это. Если бы было так, многие проблемы бы давно решили. Вот вас все время слышат? Нет. Вот так же и меня. Но когда меня не слышат, я стараюсь решать эти вопросы сам, вместе с теми, кто меня слышит, вместе с жителями, которые хотят решения этих вопросов. Поэтому мы практически все проблемы решаем совместно с общественными советами. Будь это проблема, необходимость строительства школы «Аврора» или в Елшанке строительство жилья, это обратная связь с людьми и дальше поиск решения. Спасибо.